Несмотря на осенние канюкулы, в 22 школе сейчас шумно. Всего неделю назад на территории учебного заведения развернули масштабное строительство нового корпуса, в котором смогут учиться 500 учеников. Из старого здания ребят временно переселили в пять благовещенских школ. В каждой есть ответственный администратор. Детей будут привозить в первую гимназию, шестой лицей, четвертую, пятую и двадцать шестую школы. Струйплощадку нового объекта огородили забором, установили видеонаблюдение. Круглосуточно здесь дежурит охрана. О строительстве дополнительного здания для школы начали говорить в 2014 году. Учебное заведение рассчитано на 585 ребят, а посещают его 850. Школа перегружена. Причем учатся здесь и дети, которые живут в центре города и в микрорайоне. Нам эта школа необходима. У нас нет актового зала. У нас все проходит в фойе и в спортивном зале. Нам недостаточно спортивного и тренажерного зала. Поэтому мы, конечно, очень рады, что началось строительство этой школы новой. Конечно, нам станет намного легче. Дети, скорее всего, перейдут в первую смену обучения. У нас будет развито дополнительное образование. Новые школы в Приамурине строили 15 лет. С возведением этого корпуса в области началась реализация большой федеральной программы. Строить здания доверили одному из крупнейших предприятий области. Слава Богу, дождались, что школа. Первая школа, 528 мест. Правда, без бассейна. Но, тем не менее, спортивный комплекс, все остальные помещения есть для нормальной, полноценной учебы и работы. Сейчас решается вопрос о возведении в Приамуре еще двух школ. Они появятся в Селемжинском районе и Свободном. Два проекта находятся на рассмотрении в областном правительстве. Конечно, мы сейчас работаем с Министерством образования и разработкой новых проектов, потому что мы знаем, что у нас и в Благовещенске недостаточно школ, и в Сковородинске районы испытывают проблемы Невер, Ивановский район и много других территорий, которые действительно нуждаются в реализации новых проектов. Общая стоимость работ – более 300 миллионов рублей. Большая часть суммы – 80% федеральные деньги. Остальное – средства региона и города. И уже через год, 20 декабря 2018 года, школьники сядут за парты нового корпуса 22-й школы. Денис Сверденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.